Доброго времени суток, дорогие друзья! В данном видеообзоре рассмотрим проект HiveNet, отметим его цели и достоинства. Если мы затронем достаточно давние времена, то мы можем отметить тот факт, что вся информация, которую люди старались передать и хранить, была сильно изменчива. За рождением человечества люди передавали информацию, рисуя картинки на камнях. В скором будущем они смогли использовать различные жесты, а столетиями позже создали понятие рукопись и передавали информацию в печатном варианте. Теперь мы обуздали новые вершины и развиваем цифровой вариант передачи информации, которые значительно эффективнее и вместительнее предыдущих. Однако в момент оцифровки всех наших данных стал очень большой вопрос, где их хранить и в таком огромном количестве. Затем на помощь пришло облачное хранилище, предназначенное для хранения различного рода информации, начиная от ваших личных архивов, заканчивая корпоративными документами и всевозможными актами, формами и другими юридическими сертификатами. Несмотря на то, что этот тип направления стал доступен сравнительно недавно, ему удалось проявить себя с разных сторон. Прежде всего, им было довольно удобно пользоваться. Каждым годом возрастает потребность в большом количестве новых дополнительных вычислительных мощностей, которые смогут выполнять дополнительную работу с обработкой информации. А так, а стоимость таких услуг из года в год начинает расти, что, естественно, может оказать крайне негативное влияние на общее развитие данной области во всем мире. К тому же, фактически, вы полностью доверяете всем свои личные данные и в любой момент можете их потерять. Это один из недостатков таких платформ. А сами облачные площадки, такие как Google, Amazon, Alibaba, не раз нам доказывали то, как наша информация может быть использована против нас. Таким образом, практически нарушается конфиденциальность самого клиента. Помимо этого, такие хранилища кардинально неправильно используют весь свой вычислительный потенциал, либо практически вся их потенциальная емкость не используется или используется частично, на что как раз и уходят такие огромные средства на поддержание. Проанализировав данную ситуацию на рынке облачных вычислений, команда проекта HiveNet пришла к совершенно новому и уникальному выводу. Ее мы и рассмотрим. HiveNet это децентрализованная облачная платформа для хранения данных любого формата. Ее смысл в том, что каждый член экосистемы может предложить мощность своего устройства и получить вознаграждение в виде цифровых токенов. Таким образом, мы можем отметить, что основная миссия проекта HiveNet основана на неиспользованной мощности обычных частных компьютеров, которые в большинстве случаев бездействуют и не используют свои вычислительные мощности. Почему же так происходит, спросите вы. Разработчики HiveNet провели некоторый анализ и выявили тот факт, что в среднем один офисный компьютер бездействует без особых действий около 40 часов в неделю. А теперь представьте, сколько таких компьютеров в мире. Сотни тысяч, может быть даже и миллионы. На фоне этих цифр основатели HiveNet выступили с такой блестящей идеей, почему бы не используют весь этот потенциал для нового облачного хранилища, где каждый отдельный компьютер будет частью одной глобальной сети, которая находится под надежной защитой блокчейн-среды. Появление такого проекта на рынке услуг способно переосмыслить некоторые из текущих ценностей о рациональном и качественном использовании ресурсов, а также предотвратить дальнейшее появление избыточных электронных отходов. И все почему? Да потому что HiveNet будет использовать всю нереализованную мощность всех частных компьютеров. Причем неважно, будет ли стоять компьютер у вас дома или в офисе, или в другой любой организации. Важно отметить, что для объединения всех этих компьютеров, разбросанных по всему миру, основатели HiveNet выбрали децентрализованную структуру блокчейна в качестве своего рода технической основы для своего облачного хранилища. Ведь за счет него вы и я можете подключиться к HiveNet, независимо от того, живете ли вы в России или в Италии, а может быть даже и в Канаде. Все, что вам понадобится, это пройти простую регистрацию в рамках HiveNet и получать дополнительный доход, который будет приносить арендованное пространство вашего компьютера. В общем, потенциал такого облачного хранилища в глобальном масштабе по праву можно считать огромным, и эта концепция позволит хранить данные почти всегда, поскольку в этом не будет участвовать ни один централизованный сервер, а технология блокчейн надежно будет записывать всю информацию в распределенном реестре. HiveNet будет поддерживать сочетание различных общепринятых платформ аналит-платежей, таких как PayPal, Alipay и другие. Это позволит владельцам HiveCoin осуществлять платежи в бесчисленном количестве онлайн-магазинов, а для инвесторов гарантирует ликвидные и прибыльные инвестиции в будущем. Если у вас возникли какие-либо вопросы, давайте икам трех под роликом, либо можете задать опрос в социальной группе HiveNet и Телеграм, где вам подробнее расскажут о проекте и не оставят вас без внимания. Все ссылки, как обычно, в описании под роликом. Мы с вами прощаем, спасибо за внимание.